Сейчас даже о ЗАГС-собрании мало говоря. Владимир Васильевич, они разные тематики. Я нашим слушателям сразу сообщаю, что буду озвучивать только те, которые касаются нашей темы. Взаимодействие бизнеса и власть. Потому что есть частные вопросы, которые мы сегодня не обсуждаем. Начнем, естественно, с очень горячей темы. День не проходит без того, чтобы не выходили новости по этой теме. И вот предоставилась возможность и с вами тоже обсудить ее. Уже вторые сутки голодают предприниматели с комсомольской ярмарки. Напомню слушателям, администрация города Кирова озвучила свое решение о ликвидации ярмарки на комсомольской площади. Планы построить там парковку, обновить сферу, благоустроить прогулочную зону. Озвучила, план выложила. Конкурс проведен, насколько я понимаю. Не ошибаюсь, проведен. И администрация в лице Александра Сидельникова, это начальник управления развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кирова. И Павла Кошкина, это руководитель дирекции дорожного хозяйства. Здесь же в нашей студии, в программе «Дневной разворот» заявили, что обратного пути нет. И казалось бы, когда заявили, что обратного пути нет, люди вроде бы должны это услышать, категоричное мнение, и каким-то образом же может быть конфликт, что ли, рассосаться должен. Но он не рассосался. Люди пошли на крайние меры и объявили голодовку. Конфликт развивается. Вот, Владимир Васильевич, что на Ваш взгляд в данный момент, вот сейчас, сию минуту, нужно и можно сделать, чтобы этот конфликт не перерос в экстремальную какую-то ситуацию, когда придут там техника и экскаваторы, и народ там цепью встанет. В данный момент нужно понять тем предпринимателям, которые работали на этой яморке, что время существования этой яморки закончилось. Об этом они знали давно. То есть в течение почти трех лет с руководителем фирмы «Вятка Рос», я лично с вами вел переговоры и говорил о том, что вы работаете до тех пор, пока не будут найдены средства для того, чтобы ярмарку эту перенести, а там благоустроить, сделать стоянку, восстановить этот сквер, сделать, в общем-то, такую красивую зону, когда наши приезжали бы гости и видели благоустроенный город. А вы, извините, руководители фирмы «Вятка Рос» это как раз та компания, которая арендует этот участок и организует... Это та компания, которая арендует этот участок с 1996 года. Первый сигнал для них был это 2008 год, когда их вот именно по улице Комсомольской перевели туда, значит, на эту площадку. Вот настало время. Это не просто там желание, значит, вот администрации, потому что есть решение межведомственной комиссии антитеррористической о том, что по возможности при наличии средств перенести эту ярмарку. Есть и требования управления внутренних дел по Кировской области, потому что там очень много на этом месте аварий. Есть просьбы жителей, их очень много, и здесь это реальность того, что, в общем-то, пора перенести и дать возможность людям торговать в другом месте. И это возможность есть. И мы не просто так вот, что взяли и куда-то перемещаем людей, в общем-то, без их согласия. Предоставлены места. Мне придется внедриться в этот разговор, потому что мы действительно много провели уже эфиров по этому поводу, и было сказано людям, что все решено, и вас давно предупреждали и так далее. Но голодовка, сам факт ее, он такой вопиющий. Я лично не ожидала, что люди пойдут на такие меры. Почему это произошло? Ну, я думаю, что это на совести руководства фирмы «Вяткорос», которая все-таки пытается решить свои личные интересы. Что вы имеете в виду решить свои личные интересы? Ну, я имею в виду то, что вот они же не просто там так безвозмездно держат, значит, собирают какую-то плату с этих людей. Я такие цифры слышала, и в разных СМИ по-разному, что от 5 до 8 миллионов дохода имеют руководители, ориентаторы от этой ярмарки. Ну, эту цифру можно просчитать, потому что есть цифры, там, 48 тысяч они в месяц нам сейчас платят аренду, 32 тысячи – это электроэнергия, это по справке, значит, которую получила администрация, все остальное остается у них. Какого-то развития – нет. Какого-то улучшения внешнего вида там или благоустройства – нет. Просто идут разговоры. Мы к вам обращались, мы то, что там делали, но мы предоставляем земельные участки, и уже есть площадки, вот там же говорим, та же ярмарка у нас в городе обозначена, в районе завода «Авиатет». Людей их ждут. Ждут и на центральном рынке, ждут и на магазине «Атлан», там тоже готовы для них предоставить место по той же цене. Позволите, вот по местам, которые предлагаются, чуть попозже, все-таки человеческий вопрос мне интересно сейчас как-то раскрыть. С людьми, которые арендуют этот участок, с представителями «Аткороса» все понятно. Им не хочется терять лакомый кусочек, на котором они с 96-го года. И я знаю, что вы лично встречались с руководителями «Аткороса». Они давно узнали. И сейчас, насколько я понимаю, среди голодающих нет представителей «Аткороса». Нет, он не голодует. Там не голодает. Да. Можно выключить телефон окончательно, потому что слышно его в эфире. А вот голодают субарендаторы, которые торгуют там, да. И они, я сегодня утром им звонила, говорю, что голодается и голодаем. К вам приезжают люди. Вот вчера была делегация в лице Вершинина, Алексея, замгубернатора, Павла Ануфриева, это зам. Господина Вершинина Андрея Вавилова, бизнес-обудсмен Сидельников, Александр Алексеевич, это уже начальник управления развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кирова, тоже не договорились. Сегодня продолжают голодать. Эта ситуация с голодовкой, она же уже ненормальная. Вот ее как разрешить? Вы давно им говорите, надо вам понять, надо вам осознать. Крайние меры. Что делать с этим? Вот с этими людьми начальник территориального управления представителя администрации будут вести переговоры, будут им говорить о том, что вот все их действия, в результате которых они, ну, каких-то крайних мер, они не принесут никакого решения. И однозначно ярмарка будет там закрыта. Им всем предоставят места для работы по той же цели. Если кто-то говорит о том, что это проходное место, ну, центральный рынок это тоже очень проходное место. Ну, там есть на самом деле сомневанность. Поэтому будем вести разъяснительную работу. Я думаю, что уже есть предприниматели, которые там работают, которые покинули, и уже они уходят. Я думаю, что с другими тоже ведутся переговоры. Посмотрим. У нас до 7-го числа есть время. Вот вчерашняя встреча, которая ни к чему не привела, она меня натолкнула на следующую мысль. Я вижу людей, которые представляют правительство области. Я вижу бизнес-инбудс, наверное, сам Бог велел им там быть. Вижу представителей администрации города Кирова. И не вижу представителей депутатского корпуса городской думы. Сдаю вопрос. Андрей Кудряшов, он там тоже голодает, он был у нас в эфире, шапками торговал на Комсомольской площади. Говорю, обращались с депутатом гордумы? Нет, говорит, не обращались. Сами приходили? Нет, говорит, не приходили. Почему вот так обстоит дело? Или это вообще не депутатское дело? Или чем меньше народу вовлечено во все это, тем быстрее завершится конфликт? Как считаете? Я считаю о том, что есть постановление администрации, и администрация решает свою задачу. И мы говорим о том, что и депутаты, принимая решение, мы выполняем закон федеральный, о том, что уличная торговля должна уйти в закрытые помещения. Это понятно, но люди же. Это понятно. Мы же людям говорим, идите и работайте в другом месте, и если мы говорим, что кто-то чего-то не понимает и не слышит, то надо просто понимать, что в конечном итоге все меняется, и просто так на улице торговать до бесконечности и не будет. Владимир Васильевич, а может они вас ждут? Какая-то социальная... Какая-то социальная... Вы знаете, я встречаюсь с руководителями, пусть он объяснит свою позицию, а я, если нужно будет, приду. Помните правильно, он устраивает все эти моменты. Есть еще там ряд депутатов. Вы имеете в виду Вяткорос? Конечно. Конечно. То есть он, Вы считаете, накачивает предпринимателей и так себе летут? Ваша позиция, чтобы руководители, ответственные за это теруправление, они решали этот вопрос? Есть руководители, за которые за это отвечают, есть люди, которые в этом отношении у нас работают, есть тот же Сидельников, который отвечает, вот работают. Настанет момент, нужный будет, я тоже приду. А какие может быть этот момент? 7-го числа. А, вот когда будет час пик, тогда будут приняты решения. Ясно. Что касается мест, которые предоставляются торговцам, они, естественно, не согласны идти на центральный рынок. Кстати, вот странная ситуация, когда была назначена встреча на центральном рынке, практически никто из субарендаторов туда не явился. Факт? Вы знаете об этом? Потому что им сказали, не ходите, мы сейчас надавим на власть и все здесь останется. У нас есть люди, которые говорят, мы полежим на снегу и все будет нормально. А если брать, то это не только у нас в городе закрывается, это по всей стране. И поэтому им сказали, не надо никуда ходить, мы решим этот вопрос, не переживайте, все очень хорошо. Вот и вся проблема в том, почему они не пришли. Почему они не пришли? Да. С другой стороны, мы понимаем, что люди, которые торгуют на Ярмкино-Комсомольске со своими товарами, вот с такими товарами, будут совершенно неконкурентно способны на центральном рынке. Там таких товаров полно. Что рекомендуем им? Перепрофилироваться? Вы поймите правильно, люди на провинциальной площади торгуют тем, что они купили в магазинах в городе. Ну или где-то на складе, на общем. На том же центральном рынке, Это оптовая торговля, в том же метре они купили там товар и его продают. Это что, бизнес какой-то? Они там что-то произвели рядом в магазине, то же самое. Цена, которую мы там изучали, она ни в коей мере там не ниже, а по некоторым позициям и выше. Поэтому, наверное, им нужно задуматься и изменить свою, будем говорить, трудовую деятельность. Или торговать в плане ярмарок, пожалуйста, мы разрешаем суббота и воскресенье. Или торговать на том же центральном рынке, или идти на улицу Жуковского. Или в другие места, потому что мы им предлагали не просто там одно место. На сегодняшний день торговых мест в городе очень много свободных. И цена, как бы, то, что им предлагалось, она даже ниже, чем они платят на комсомольской ссоры. Ну не устраивает, соответственно, точка в этом городе. Им интересно, потому что им просто руководители говорят, не ходите, мы все решим. Я напоминаю, что вы слушаете интервью Владимира Быкова, главы города Кирова, председателя Кировской городской думы Пятого Сазана. Меня зовут Светлана Занькова. Мы сейчас говорим о взаимодействии бизнеса и власти в нашем городе. Что касается торговых площадей. На ваш взгляд, как сложилась такая ситуация, что в нашем городе до 40% торговых площадей в торговых центрах пустуют? Что это значит? Это влияние кризиса? Сложно мне так вот, мне лично сложно предположить. Или это какая-то неправильная политика или промахи о планировании прошлых лет, когда было построено слишком много торговых центров? В результате мы имеем сейчас пустующие площади, куда даже предприниматели с пенсионовской площадью не хотят взять. Я бы сказал несколько по-другому. Вот если изучать вообще существующие торговые центры, то вообще магазины, там шаговые доступности. Вот у нас зашли сетевики. Они зашли в порядка 120 магазинов. Это мы сейчас говорим про продуктовые сети. Это и продуктовые сети, ну в основном продуктовые. 120 магазинов. Значит, город им выдал, они по конкурсам, там по арендной плате, или купили 5. 115 отдал бизнес. В аренду. Кто в аренду. Кто у нас же выкупил по 159 закону и продал им или отдал в аренду. И им проще раз в месяц прийти, получить деньги, чем организовывать какую-то торговлю. То есть это нужно привезти товары, где-то там что-то взять, нужно шевелиться, нужно перемещаться, нужно провести какие-то действия. Проще. Сдал в аренду и забыл. И поэтому мы говорим, почему? Ну, потому что там где-то не пришел магнит. Строится очень много помещений торговых, таких у нас, возьмите микрорайон, чистые пруды, солнечный берег, сегодня у нас начинаются озерки, это на ДСК тоже строится, тоже появляются магазины. Долгушина начинается, микрорайон ведется тоже, Вурванцево, пожалуйста, тоже самое, Ганина. Кто туда приходит? Не знаю, хотелось бы узнать. Вот наши туда никто не приходит. Не идут. А почему? Даже о тех присловутых нестационарных объектах, у нас сегодня в схеме там 473, 72 до сих пор свободных. Выставляли отцу, пришли с Мариел. Наши тоже не идут. Вот поэтому, когда бизнес говорит, нам нужно помогать, мы помогаем, у нас есть программа развития, и в этом году, вот, в 2015-м, мы выделяем 3 миллиона рублей, это субсидии безвозмездные, 2 миллиона 200, это займы под 10 процентов. На поддержку малого бизнеса. На поддержку малого бизнеса. Полтора миллиона рублей мы выделяем на организацию ярмарок, это же мы там подвести электроэнергии, все остальное. 800 тысяч, это проводим семинары, помогаемые во всех этих вопросах. То есть... А они не идут. А почему, Владимир Васильевич? Они просто не хотят работать. Это у нас деталитет такой. Надо спросить. Малый бизнес, который говорит, мы организуем сегодня холдинг, который через год будет там уже иметь оборот 25 миллиардов рублей и будет все продавать. Но даже в этих киосках, которые на Комсомольской сайле, наших товаров практически нет. Ну вот вопрос. Вот и вопрос. Ну почему? Задайте вопрос. Почему кировчане, почему представители малого бизнеса или те, кто могли бы им стать, не идут на это? Вот вам все. Вот мы субсидием. Вот я вам могу сказать дальше вам по ценам. Вот мы берем Брюсловутый, центр торговый. Какой? Где он находится? Вы хотите озвучивать? Нет, почему? Я хочу озвучивать. Страшная судьба. Не страшная судьба. Даже последний значит, наше там европейский белье. Европейский, Джиммол у нас крупный этаж. Первый, второй, третий этаж арендуется у города за 200 рублей квадратный метр. Плюс коммуналка. Сдается от 800 до 2000. И если брать по другим нашим помещениям городским, мы сдаем от 200, ну в зависимости от продовольствия, до 700 рублей за квадратный метр. Частники сдают от 800 до 1500 до 1500. Вот почему появляются пустые места. Просто они там не могут платить. Мы же сегодня, понимая о том, что бизнес говорит, что на 16-й год мы свою аренду не повышаем, оставляем его на этом же уровне. И все равно не идут. И все равно не идут. И простой пример. Вот если у нас открылся ЦУМ, там Долгополов сделал разумный ЦУМ, и к нему ушли очень многие с той же европейского и российский. Ну ЦУМ имеет место определенное и историю свою. Да, и европейский имеет свое место. Это называется вот так называемый в городе Стометровка. Все-таки я правильно делаю вывод из ваших слов? Если арендодатель разумный не загибает цену, как вы говорите, то к нему придут. А загибает, так и не придут. К нему не придут. То есть только это причина, что ли? Ну, вот вы поймите, в чем еще может быть причина? Может быть в том, что в свое время, когда строилось такое количество торговых центров, не было грамотного расчета о потребностях? Вот сейчас только возле вспоминается. Вот наши оппоненты говорят, что не хватает нам здесь квадратных метров. Это кто такой, Это говорит предприниматели малого и среднего бизнеса о нестационарных объектах, что вот не хватает, надо их там везде расставлять. Хотя сами же и не идут. Ну, другая форма торговли просто. Давайте про новые микрорайоны. Вы сказали про чистые пруды. Это очень интересно. Молодой, развивающийся микрорайон, в котором хотелось бы увидеть грамотно такую уже выстроенную систему торговли, разнонаправленную. Проводится анализ по вот этим новым микрорайонам, сколько потребуется каких торговых площадей, под какой бизнес, под какую торговлю. Сейчас как-то меняется эта система, потому что я вот все-таки убеждена, что город последние 20 лет, вот с 90-х годов, развивался достаточно хаотично с этой точки зрения. Ну вот решил предприниматель построить торговый центр, ну и построил, не рассчитывая потребности потребителя, например, поэтому и пустует. Это мое такое ощущение. Что касается новых микрорайонов, какой подход сейчас? Вы знаете, вот строительство новых микрорайонов и сдача помещений определяет цель бизнеса. Рынок. Рынок. Идти или не идти. И рынок, собственно говоря, сегодня расставляет все, что у нас есть в городе. И вот в новых, будем говорить, микрорайонах, там, естественно, есть потребность в этих магазинах продуктовых, промышленных, но туда наш бизнес не идет, наши сети не организовывают. Туда приходят магнит, туда приходят корочества, туда приходят то есть те, кто пришел к нам. И почему-то вот говорят о том, что продавая наши, мы просто не объединились и не взяли какой-то магазин, где полностью выкладывают свои продукты. А говорят, давайте как-то будем решать вопросы с сетями. Мы с ними собираемся и говорим все эти годы. Это рынок, рынок все распределяет, вот здесь такая цена, здесь такая цена. Ну, было бы странно давить на сети, несмотря на все тенденции, которые сейчас патриотические такие местные регионы. Тем не менее, часто очень город, городские власти, и вас в том числе обвиняют в том, что в городе нет концепции развития и торговли, и строительства, и так далее. Вы с этим согласны? Вот нам концепцию развития торговли, нам, процент развития торговли, в полном объеме, в каком-то, сегодня создавать, нужно ориентируясь на сам бизнес. Мы в городе на сегодняшний день развиваем именно, имеем генеральный план развития строительства. А куда пойдет торговля, это рынок. И я не могу прийти и сказать, например, тому же магниту, давайте мы с вами вот там откроем. Мы подсчитаем, и говорят, вот мне здесь не выгодно, я не буду. То есть, они идут по своим рыночным возможностям, и рынок расставляет, кто, где, чем будет заниматься. Могу ли я тогда сделать вывод из ваших слов, что та концепция, в том виде, в котором она есть, развитие города во всех его направлениях, вас лично сейчас устраивает? Вы думаете, что она такая продуманная, из научных подходов применены, все просчитано, и город будет хорошо соответствовать с ней развиваться, или все-таки нет? Вот все-таки нет. Мы для себя делаем выводы, и делаем выводы в том, что есть возможности, те, которые необходимы нам, особенно вопрос не просто строительства магазинов, есть много других социальных объектов, которые необходимы в микрорайонах, и мы об этом думаем о детских садах, мы думаем о школах, мы думаем о спортивных объектах. Вот это нас больше сегодня беспокоит, чем появление магазинов. Они и так появляются. Не до них сейчас. Почему не до них? Они есть. Они есть, и они мешают кому-то там продавать местное. Или, например, открыть в тех же сельских прудах свой магазин какой-то сети новой созданной нами. Три-четыре предприятия объединились и создали свою сеть и определились. А как вы себе, Владимир Васильевич, вот такой вот представляете, такой, наверное, вопрос обывателя, к коему я себя отношу в этом вопросе сейчас, да? Вот мне себе представляется, что концепция развития города это такой красивый документ, желательно с картинками, чтобы не было все понятно. Желательно лет так на 20, а то и на 50. С цифрами, с расчетами, с обозначенными местами, где, что и в какие сроки в городе появится. Так это выглядит? Или должно ли так это выглядеть? Это выглядит так, эта концепция есть, и мы эту концепцию в картинках можем представить в любом уже телевороде. А она где-то сейчас выложена? Конечно. А на сколько лет у нас эта концепция? У нас эта концепция до 2020 года. Обязательно заберусь и посмотрю, как это выглядит, а потом вам выскажу свое мнение, как горожанина, насколько она для меня понятна. Мы сейчас уйдем на кратковременный перерыв, на рекламу, после чего пройдемся по вопросам, которые оставили наши слушатели на сайте эхокирова.ру. Еще раз слушателям напоминаю, вопрос, который не касается взаимодействия бизнеса и власти, я озвучивать не буду. Мы уже в эфире, Владимир Васильевич, Владимир Беков, глава города, председатель Кировской городской думы 5-го созыва. Сегодня в студии нашей радиостанции меня зовут Светлана Занько, я тут в перерыве выяснила, что я все-таки фантазер, потому что требовала от Владимира Васильевича нарисовать мне картинку, как это будет в чистых фрудах, сколько будет пекарит, сколько будет фитнес-центров, он мне сказал, что я фантазер. И вообще все-таки стоит на том, что все, что касается бизнеса как такового, это бизнес и есть, и регулирует его рынок. Ну ладно, оставим тогда этот вопрос, это может быть для дискуссии уже в следующем эфире. Что на сайте эхокирова.ру? Напоминаю, что вы имеете возможность задать вопросы нашим гостям. Накануне прихода гостя мы выкладываем анонс, вы можете туда написать свои вопросы. Такой замечательный вопрос, на который я не прошу от вас ответа, потому что это вопрос вселенский. Как вы думаете, в России возможно искоренить коррупцию? Хотите отвечать? Возможно. Возможно. Но мы сейчас не будем дискутировать на эту тему. У нас нет этой темы. У нас тема взаимодействия бизнеса и власти, хотя только коррупционный... Не платите, не будет коррупции. Коррупционный вопрос здесь всегда возникает, так или иначе. Вот следующий вопрос, он тоже касается бизнеса и очень дискутируется в нашем обществе. «В исторической части города, в квартале улиц Милицейская, Казанская, Пролетарская и Ленина планируется строительство десятиэтажного дома. Для этого снесли исторический объект, дом Малых на улице Казанской, 103, построенный в XIX веке. Зачем эти пафосные речи при сохранении исторического центра, если по факту в угоду бизнеса старинные дома сносят, на их месте по-прежнему строят высотки», Дарья пишет. Если мы не готовы говорить сейчас конкретно об этом доме, то вообще оценить коротко ситуацию со строительством в историческом центре после определения его границы. Вот на сегодняшний день принято решение в историческом центре мы определили высотность строить по определенным квадратам, их можно будет предоставить, и мы это все выкладываем не более где-то 5-7-9 этажей. Поэтому то, что там кто-то говорит о том, что строят десятиэтажные здания, по каждому факту мы будем разбираться. Сегодня это вообще очень актуальные вопросы, потому что очень много вопросов, прокуратура нас проверяет, есть проблемные вопросы, и мы сейчас разбираемся по каждому объекту, по каждой стройке для того, чтобы в общем-то определить те правила, которые мы говорим. Сегодня нет никакой точечной застройки, есть застройка развитых территорий, там, где вот сносятся старые бараки, дома, и там выделились. Если там вопрос говорит о том, что снесли историческое здание, ну, я думаю, что мы разберемся в этом направлении. Возьмете его, да? В разработку. Потому что вот просто так историческое здание снести невозможно. У нас очень много сейчас говорят о здании на Преображенской, вот напротив магазина «Магнит», там тоже в угол Володарского, историческое здание, но ведь его никто не снес, его даже никто покупает, там выставляют суток на продажу, потому что они понимают, это историческое здание, его не переделаешь, нужно оставлять в том, в виде, в котором оно существует, не изменишь ни фасад, нельзя не настроить ничего, поэтому там очень много проблем, вот буквально недавно была передача, мы там сейчас с этим домом разбираемся, поэтому вот просто так здание историческое нельзя снести. Владимир Васильевич, а что с теми разрешениями, которые были выданы до определения исторических границ и ужесточения требований, и подразумевали, что высотность будет там более, чем сейчас это имеется? Ну, таких домов очень мало, они есть, есть разрешения, есть судебные решения. Есть сейчас историческое поселение, и не должны они возникать. Поэтому есть, это все вот эти решения, они пошли через судебные решения, есть судебные решения, поэтому там четко... там сражение должно произойти между представителями бизнеса и общественниками, там, да, в суде. Сражения никаких происходить не будет, есть, будет диалог между жителями, между общественными организациями, он очень идет, эта дискуссия у нас такая активная, у нас одни и те же жители приходят, они так очень дискутируют. А вы как на это все смотрите? Вы чаще на чьей стороне? Я всегда смотрю и выбираю ту, в общем, очень внимательно вообще слежу за всеми публикациями, за всеми проведениями публичных слушаний, потому что я тоже прекрасно понимаю, что нельзя строить того, что не нужно. Так ты могу просто привести... Нужно кому? Жителям. Горожанам. Горожанам. Потому что вот особенно там, где превышается плотность застройки. Мы прекрасно понимаем, что у нас в городе сегодня практически каждая семья имеет автомобиль. Исходя из этого, если есть там площади для стоянок, тогда смотрят разумность. Поэтому мы пришли к тому, что это запретить. Вот простой пример у нас улица Маклина, Дериндяева. Там хотели построить маленький пятачок, там стояло раньше двухэтажное деревянное здание, есть владелец этого земельного участка, вот он заявился на 22 этажа. Мы ему не разрешаем. Что вы ему сказали? Мы с ним боремся. Рядом там такая строительная фирма тоже есть. Но в судах тоже они хотят очень большую высотность, мы им не разрешаем. Поэтому, поймите правильно, мы не желаем, чтобы вообще-то мы все делали в разрез мнения жителей города. Поэтому мы слушаем, слышим, очень внимательно. А вот вы сказали, что вы отслеживаете всю информацию, а насколько активно вы пользуетесь информацией, которая размещается в социальных сетях? В частности, есть такая группа, называется Красивый Киров, наверняка прослышленная уже. Это активисты, которые находят, раскапывают, выкладывают в соцсети проекты, вот как раз этажность, какие-то критические случаи, задают вопросы. Заходят туда, смотрят. Захожу, и буквально на днях в вейнхаузе будет опять же выставка, посмотрим, посмотрим, будем дискутировать. Интересно. Товарищи из Красивого Кирова, Владимир Васильевич Быков внимательно читает ваш паблик ВКонтакте и следит за вашей деятельностью. Следующий вопрос от Михаила. Тут, правда, сразу три вопроса. Не знаю, насколько успеем ответить. Владимир Васильевич он пишет. Можете ли вы поручиться, что на территории Парка Победы, по крайней мере, до конца вашего срока службы имеется в виду та часть, которая ушла к частному собственнику заводу охотничьего снаряжения и не вырастут многоэтажные жилые дома? Да. Поручайтесь. Город заявил о строительстве ближайшей пятилетки у полутора десятков новых школ. Не получится ли так, что когда они будут построены, рождаемость пойдет на спад и эти школы останутся пустыми? Значит, эти школы не останутся пустыми и не останутся детские сады пустыми, потому что мы должны прекрасно понимать, что мы строим школы сегодня, исходя из новых стандартов. На сегодняшний день все дети должны учиться в одну смену, независимо, это лице, гимназия или простая школа. Вот у нас до занятия в одну смену еще очень-очень далеко. В наших школах это очень большая проблема. вторая часть составляющая, если даже у нас рождаемость уменьшится, эти школы сохранятся и там будут заниматься. Можно те же спортзалы использовать для каких-то занятий, те же жители, которые рядом живут, и те же актовые залы. То есть правильный подход сохранить все это. Но я еще раз думаю, что это десятка, 14 школ мы планируем построить, это, наверное, будет тот необходимый минимальный уровень новых школ для того, чтобы мы могли в одну смену заниматься. Но и надо понимать, что состояние наших старых школ, оно тоже веткое, и некоторые школы к тому времени легче построить новую, чем старую реставрировать. Беда-то в том, что на том месте, где находится сегодня старая школа, новую мы не построим, потому что по новым стандартам территория она не позволяет. Для того, чтобы построить школу на тысячу мест, нужна площадь одного трех гектара для того, чтобы построить школу, чтобы там был стадион, чтобы там был спортзал, чтобы там площадка для занятий. Поэтому в этом сложность существует, эти школы будут востребованы. Не могу не задать этот вопрос, он меня терзал весь, все это полугодие. Предприняли ли вы меры, это тот же Михаил пишет, для того, чтобы город, будучи зимой, снова не превратился в гигантский сугроб с падающими на голову людям с сосульками. Какие-то меры, выделены ли дополнительные финансирования, увеличено ли количество единиц техники, ставок персонала, обслуживающих компаний. Как мы готовимся к зиме? Мы готовимся к зиме, готовимся к тому, чтобы вот то, что происходило в городе, не повторилось, поэтому и техника готовится, готовятся и люди. Будет ли больше техники, больше людей? Вы помните правильно, для того, чтобы не было сосулек на крыше техники много, надо просто вовремя следить управляющим компаниями за этими проблемами. Ну, и говорит о том, что прошлая зла, она была аномально снежной. Так что, мы к этому готовимся, и я думаю, что у нас этого не повторится. Это хорошее ответ, что не повторится, но как готовитесь, непонятно. Ну, я могу вам такой же вопрос задать, а как вы готовитесь, мне тоже непонятно. Плохо, плохо готовится. Вот наш личный дом очень плохо. У нас нет управляющих компаний, плохо собираются деньги. Я не знаю, как будет чистить крышу в этом году. Значит, вам нужно возглавить ту активную группу жителей, которые живут в вашем доме, определиться с выбором управляющей компании, прийти в администрацию, и мы вам поможем решить этот вопрос. Что касается... Вот от активности жителей очень многое зависит. Мы поэтому в городе создаем как можно больше ТОСов, вот там люди действительно спрашивают и с управляющей компанией, и спрашивают с тех, кто обслуживает их дома, как они готовятся к этому. Врали ли я вас тогда поняла, что вы считаете, что одним из важных факторов в решении проблемы вот этих сосулек и снега является объединение жителей, общественное объединение, которое могли бы спросить с управляющих компаний. Давайте не будем передергивать. Я вам сказал, там, где активный дом, они найдут ту управляющую компанию, которая будет им помогать. Если они не могут найти, то администрация определит у нас специально мы создали МУП, который будет этими вопросами заниматься, муниципальные учреждения, предприятия, которые возьмут ваш дом на содержание и обслуживание. В этом МУП будет достаточно техники? Поэтому я еще раз говорю, от того, что активные люди в какой-то степени в какой-то степени зависит от того, что на их доме не будут появляться сосудки. Потому что они будут звонить и спрашивать, и говорить. У нас вот такая-такая беда. А сами-то вы, может быть, отслеживали, а сами управляющие компании как-то озаботились, к этой зиме прикупили техники? Поверьте, управляющие компании озаботились, потому что они видели о тех последствиях, которые были с руководителем одной из управляющих компаний. и поэтому я уверен, что они будут делать все для того, чтобы не допустить таких фактов. Еще один вопрос на сайте хакиров.ру. Леля пишет, почему деятельность городадминистрации носит такой непрозрачный характер? Мне кажется, администрация мало рассказывает о своих планах, о том, что делать. Вопрос про администрацию, уж не знаю, станете ли вы отвечать. Не кажется ли вам, что у вас не хватает харизматичных чиновников, у вас, Владимир Васильевич, которые могут ярко и доступно доносить позицию до людей. Поймите, что махать рукой и избегать от прямой дискуссии это проигрышная позиция. Я попрошу администрацию, чтобы она харизматично рассказывала о наших планах и была открыта. У нас открыта администрация, все выкладывается на сайте. Мы планируем вот после окончания всех работ жителей, которые там активно занимаются у себя в садах, в каждом районе города проводить встречи с жителями. На этих встречах мы будем для планах, будем выслушивать все их нужные проблемы, потому что люди сейчас вернутся и у них появится к нам масса вопросов. Мы к этому готовимся. Еще один очень маленький короткий вопрос. Не так давно, может быть, вы в курсе, не так давно администрация города выпустила распоряжение, запрещающее ставить шлагбаумы в дворах без согласования с администрацией. С другой стороны, люди хотят их поставить. Разъясните, как решается эта противоречия. Вы в курсе общитель? Скорая помощь пожарная? Скорая помощь пожарная, чтобы они могли иметь доступ. Если этот вопрос решен, пожалуйста, здесь вопрос отмечен. Поэтому, чтобы вместе скоординировать действия этих структур. В догонку нашего дневного разворота буквально сейчас закончился у нас эфир, где было объявлено, что правительство Кировской области в лице Департамента экологии, бизнес в лице компании «Железная» и общественники объединяются для того, чтобы благоустроить дендропарк. Как вы считаете, действительно ли это правильно, что сейчас бизнес заходит по такое партнерство с чиновниками и с администрацией, не важно, город, правительство, потому что город все равно будет участвовать, я так понимаю, в дендропарке. Правильно ли это? Возможно ли без бизнеса решать такие вопросы дендропарк, понятное дело, достаточно давно требует к себе внимания? Вот я начну с того, с чего мы с вами начинали, взаимодействие местной власти с бизнесом. Если вы увидели в этом году, то в городе появилось много ухоженных клумб, вазонов, газонов. Это все совместная работа. И поэтому мы поддерживаем тот бизнес, который поддерживает все наши начинания. Поверьте, вот просто самим этого невозможно было сделать. Вот то, что у нас появились два фонтана, то, что появилось благоустройство, то, что появились новые места отдыха, это все совместные действия администрации и бизнеса. Поэтому мы поддерживаем фирму Желесли, поддерживаем и малый, и средний бизнес в их добрых начинаниях. Но мы не поддерживаем то, где торгуют перчиками, где все не убрано, где неопрятно, где не приведено. В общем, какое-то такое нормальное человеческое состояние, вот это мы не поддерживаем. А что касается фонтана, буквально 15 секунд. Вы говорили тут за эфиром, что это не последний фонтан, который открылся в сквере около мэрии. Да. Будут еще? Губернатор поставил задачу подготовить два места. Мы подготовили в микрорайоне Чистые пруды и в нашем Новоятском районе. Потому что как-то Новоятичи, они вроде самые новые, но как-то обделены немножко. Поэтому будем... На будущий год? Да, в следующем году будем решать эти вопросы. Вместе с правительством области. Спасибо. Владимир Быков, глава города, был у нас сегодня в эфире. Меня зовут Светлана Заньков. До свидания. До свидания. Продолжение следует...